Да, коллеги, я надеюсь, что меня слышно тем, кто вернулся в зал, и может быть потом к нам присоединятся все остальные. Я рада вас приветствовать, меня зовут Мария Петрова, я работаю в отделе образовательных проектов компании Bazalt-SPO. И, в общем-то, рада этой возможности сегодня обсудить с вами тему, как вендоры могут пойти навстречу широким массам преподавателей и попробовать им помочь в деле освоения свободного ПО, именно в образовательном процессе достаточно широко. Поэтому я рассматриваю сегодняшний доклад больше как дискуссию, как обсуждение, не какой-то рассказ и похвастаться, и на этом закончить, а наоборот какие-то вопросы задать, какие-то свои предложения дать, и дальше обсуждение с вами наоборот продолжить таким образом. Ну, давайте скажем, что использование свободных программных продуктов в образовательном процессе современных российских университетов и колледжей, наверное, закономерно переходит из состояния «если», в состоянии «когда». Как бы не сопротивлялись, как бы не упирались, какая бы инерция здесь ни была, но вот в эту сторону все равно все движется. И есть ряд передовиков, про которых можно уверенно говорить уже. Эти флагманские, ну вот в нашем понимании учреждения высшей и средней школы уже применяют свободное ПО в качестве операционных систем, офисных пакетов, системы коммуникации, баз данных, почтовых служб и так далее. На основе свободных решений нередко строятся информационные структуры, дальше организуются какие-то контрольные мероприятия, дистанционное обучение и так далее. И вот в дни Переславских конференций каждый год мы встречаемся вот с этой… Опа, встречаемся, мы встречаемся. Где же этот слайд? С технологическими проблемами. А куда он делся? Ну хорошо, значит, этот слайд. А так они и будут. Элиту мы видим в зале, там у меня была картинка с элитой, ну в общем нужно посмотреть друг на друга. И с теми, с лучшими представителями, которые приезжают, делятся опытом, рассказывают о том, что у них получается. И вопрос о том, как вот от аристократии перейти к демосу, когда все это в широких массах можно будет предложить какие-то решения и для студентов, и для преподавателей, и для технических специалистов вузов и колледжей. Вот вопрос, опять же, как нам всем вместе повести за собой. Здесь понятно, что требуется встречное движение и представителей образования, и представителей вендоров, потому что каждый должен сделать навстречу свои вот эти 10 шагов. Ну и вот я сегодня хотела бы поговорить о тех шагах, которые позволят вендорам приблизить и популяризовать свободное решение. А от вас, ну хочу опять же услышать какие-то предложения и советы, если вы их сможете и будете любезны сформулировать. Ну для студентов, давайте мы все равно работаем всегда ради них в итоге. Если говорить про открытый проект, то по определению открытый проект с открытым кодом и в разработке и развитии которого может принять участие любой желающий, значит студентам как минимум можно забраться внутрь, посмотреть, как все устроено. Это уже хорошая практика для обучения. Я не рассказываю вам то, чего вы не знаете, я просто хочу произнести, озвучить те вещи, чтобы они у нас все-таки были зафиксированы. Но, наверное, более весомым преимуществом open-source проектов становится поддержка сообщества, которое формируется вокруг этого проекта. И благодаря этой поддержке начинающие разработчики могут прокачивать свои навыки, копить практический опыт, причем актуальный опыт, и также еще прокачивать софт-скиллы в общении с живыми разработчиками. Согласитесь, что это тоже важно, потому что они могут что-то уметь, но даже сегодня говорили, боимся выкладывать свой код, пока он не станет идеальным. Ну так и сидите, никогда он не станет идеальным, значит нужно когда-то рискнуть и вступить на этот путь. Здесь, естественно, мы говорим об опыте моих коллег, вспоминаем о сообществе от Linux Team, и там прописана процедура вступления в этот проект, развит институт менторства. Естественно, вот эта процедура вступления, она непростая, это обеспечивает высокий уровень кода, даже для начинающих контрибьюторов. Ну и вообще понятно, что открытый проект это изначально про хороший код, так или иначе. Но мы опять же, вот эта высокая планка приводит к тому, что мы сталкиваемся с элитой, ну вот как бы мы работаем в сегменте элитарном, а нам нужно как-то попробовать привлечь более широкие массы ребят тоже заинтересовать. Вот здесь то, что говорил Михаил, который меня, видимо, решил проигнорировать, но я зато про него вспомню. Вот эти джуниор-джобсы, которые есть в заначке у каждого программиста, я считаю, что хорошо бы собрать пул таких задач простых, разного уровня на самом деле, для текущих работ, для контрольных, для выпускных. И вот если бы этот пул, ну как бы участие в свободном проекте, причем тут же не обязательно даже прямо только разработчики могут участвовать, это же задачи по локализации, по документации, поиск и отслеживание, исправление ошибок. Это то, что не снижая качество участия, может просто действительно расширить. И здесь такой пул задач можно попробовать сделать. Если говорить о работе со студентами коллег по цеху, с которыми там встречаемся, у них система практик и стажировок развита более, наверное, серьезно. И у них, когда мы встречаемся на мероприятиях, то они не просто наблюдают за студентами, а сразу их хантят и дальше приводят к наставникам. Я говорю, ну вот вы сейчас со студентами поговорили, дальше что будет? Они говорят, я их приведу к программисту, они будут как бы с ними работать, и у этих программистов это их профессиональная обязанность, это определенный участок их качественной работы, то есть у них такой KPI существует. С нашими коллегами бывает по-разному. Был сегодня пример, когда выходили ребята-студенты, приходил их наставник. К сожалению, мы пока видели, сегодня не так часто много этих примеров. А что у меня вообще происходит с этими слайдами? Ну, возможно, просто интересно. Ладно, ничего страшного, разберемся. Получается, что это для студентов. Но чтобы прийти в открытый проект, студент хоть что-то должен знать, так или иначе. Поэтому в ВУЗе или в колледже должна стоять свободная программная ПО, преподаватели должны уметь с ним работать, ну и технические специалисты должны обеспечить какой-то уровень, чтобы это все функционировало. Поэтому мы, работая с преподавателем… Вопрос, где взять преподавателей, которые это умеют, опять же, в широких каких-то массах. Ну и тут мы видим от нашего уже правительства, нам говорят, что каждый… Это вот буквально в мае, да, в конце мая услышало IT-сообщество этот призыв, что каждый сотый сотрудник IT-компании должен идти преподавать. Сообщество откликается, что мера жестокая, но своевременная. Помните вот это вот… Кто помнит Древний мир, мы сегодня в рамках этой конференции вспоминаем, да, там разные древние времена. Там вот у ребят была децимация, да, у нас будет сантимация, как бы будем отсчитывать каждого сотого, отправлять учить. Вопрос, как встретят этого сотого в ВУЗе, да, чем встретят, как он, значит, справится, ну, как бы сможет ли он что-то донести, хорошо ли будет этим студентам, которые вот с этим жертвой этого события, да, должен будет так или иначе работать. Поэтому мы хотим подготовить все-таки преподавательское сообщество, и мы развиваем нашу академическую программу. Вот ее уже коллеги презентовали частично, да, рассказывали, что они делают. Мы хотим наши подготовленные материалы передать в подготовленные руки. Вот этот принципиальный момент, да. То есть академический партнер заключает с нами соглашение и может отправить, ну, это ВУЗ или колледж, да, партнер, он может отправить своих преподавателей учиться достаточно, ну, в короткие сроки, но тем не менее серьезно. Дальше сразу же получить сертификацию, то есть это не растягивается во времени, это принцип одного окна, да, получается. И после этого получить материалы вендорских курсов. Ну, вот мы их не просто выкладываем, выдаем, это бессмысленно, но материалов много, нужно, чтобы это был, ну, как бы инструмент, и инструмент в руках, да, которым мы доверяем. И дальше этот преподаватель может встраивать уже в свою программу те модули, те материалы в том виде, в котором ему важно и интересно. Потому что вендорское обучение, вот эти все авторизованные курсы, это немножко про другое. Это интенсивно нужно быстро научить человека, которого мы в ВУЗе научили непонятно как, а вот сейчас ему нужно деньги зарабатывать, да, и что-то такое, какую-то проблему решить. Здесь мы хотим, чтобы выпускник уже это освоил, но освоил так, как считает нужным его преподаватель, который правильный методист, который как бы молодец и умеет с этим совсем справляться. Вот про академических партнеров, да, эту картинку я тоже очень люблю, потому что говорят, что это у нас что, невидимый баскетбол, там кто у нас, Платон с Аристотелем, Николай Николаевич, не отвлекайтесь, вы им должны мне подсказывать и помогать. Кто эти товарищи? Они там мячик крутят, да, невидимый. Вот это вот наши академические партнеры. Получается, что дальше они встраивают в свои учебные курсы то, что освоили во время обучения и после сертификации. После этого студенты, изучая наши материалы, могут получать вендорские свидетельства и могут проходить бесплатную студенческую сертификацию. Ну то есть вот мы от преподавателей движемся к студентам, ну вот программа академическая, она в том числе и вот это вот содержит. Я, наверное, так быстро постаралась уложиться в то время, которое было мне отведено. Понятно, что есть еще всякие шаги, которые мы можем сделать. Пожалуйста, можете задавать вопросы, а можете наоборот что-то мне подсказать. Я тоже буду очень благодарна. Спасибо. Извините, мы просто обсуждали ваш доклад. Хорошо, прошу. Прощай. Я могу сказать, может быть, подсказать следующее. Во времена, когда я работал в Ижевске, у меня была тактика очень простая. Выпускники, которые успешно делали карьеру, я связывался с ними и говорил, а теперь отдавайте долги. Идите учить новых студентов. Николай Николаевич, совершенно с вами согласна. Я на пятом курсе, мне тоже позвонили из школы и сказали, совсем все плохо, информатику учить негому, мы тебя научили, возвращайся. Я три года считаю, что отслужила родине в этом смысле. Это не означало идти в статный преподаватель, ни в коем случае. И ни в коем случае не в вендорские курсы. Мы не говорим про вендорский курс, мы говорим о материале. На маленькую нагрузку и качественную. И дальше, и второе. А теперь подсказка для Альт-Линукса. Раз так велели, то следующее. Говорите своим людям, кто вас учил, кто вас хорошо научил. Вот теперь возвращайте свою альмаматор на один курс, отдавать долги. Именно на один курс, а не на штатно. Штатно сейчас вообще. Ну или на семестр хотя бы. Ладно, хорошо. Вот упомянулась с интимацией. С интимацией, да. На самом деле, тут была такая большая инициатива из 9 пунктов по поддержке отечественной отрасли. И на мой взгляд, многие пункты совершенно неоднозначны. Ну там, например, есть пункт, что надо обложить налогом каждый компьютер, который в бизнесе используется. И там стоит какое-нибудь нероссийское программное обеспечение. Значит, ну о том, что это неисполнимо технически, ну кроме разной установки жучка на каждый компьютер, так сказать, ну как-то вот это нереализуемо, да, другими способами. Так вот, насчет с интимацией. Ну, насколько я понимаю, вот эту идею продвигает 1С активно. Вот идея, так сказать, сотрудников, дайте одного преподавателя. И в плане подготовки разработчиков для 1С это, наверное, хороший вариант. А если говорить о других ситуациях, это примерно все равно, что сказать. Каждый вуз обязан, чтобы каждый десятый преподаватель занимался разработкой софта. То есть требования должны быть симметричными, потому что возникают два варианта. Либо приходит человек из бизнеса и работает вместо вузовских преподавателей, ну просто нагрузку снимает, либо надо перестраивать учебные курсы, значит, а просто прийти, читать стандартные курсы без перестройки. Нет, ну это да, как все такие прекрасные, короткие, как бы сформулированные задачи, они не имеют короткого решения. Нет, ну вот тот посыл, который был, это одностороннее обязательство. Это совершенно не способствует перестройке курсов, это скорее способствует просьбам покрасить коридор и поставить компьютеры. Ну это еще как все получится, тоже непонятно. Вот я хотела узнать, как их встретят, да, и какой толщины УМК им придется написать. Хорошо, у меня такой вопрос. Скажите, у вас в Альт-Академии только сис-админство и работа с Линуксом, или есть программирование, еще какие-то разделы IT? Ну пока все-таки все курсы, которые, это в основном системное администрирование, мы на использовании… Хорошо, хотя бы как минимум программирование даже… На БАШе есть, точно. Ну на БАШе, оно как бы тоже в сторону сис-админства. Тут, смотрите, наши курсы действительно хороши тем, что базовые вещи, они общие, да, ну то есть если изучение Линукс-систем, то вот начинать с наших курсов и встраивать эти модули, ну, наверное, хорошо. Вот, ну а дальше там, у кого как будет получаться. Да, коллеги, еще секунду. Вообще, вы смешали, на мой взгляд, две совершенно разные задачи. Задача научить чему-то в средней, там, высшей, в среднеспециальной и высшей школе, и задача создания сообществ свободных программистов. Эта задача вообще совершенно перпендикулярна. Они никак с другими… Они о каких-то таких двух задачах и не стояли… Нет, вы начали с сообщества и так далее. Это совершенно разные вещи. Обучение, да, сообщество – это совсем из другого. Хорошо, это разница. Так, коллеги, все. Последнее, Мария, замечание. Преподавание и разработка курсов – это разные вещи. То есть методисты и преподаватели – это разные сущности. Так, надо было меньше…